В городе Бресте уже в марте приступили к активной фазе ремонта дорог. Где-то проводят полную замену старого асфальта, где-то обходятся ямочным ремонтом. Кто-то заметит, что ямочный ремонт не выход, но лучше так, чем никак. Ведь всем нам известно, сколько стоит привезти в надлежащее состояние одну тысячу квадратных метров. Для незнающих отвечаем – 54 тысячи белорусских рублей. Дорого. А потому к вопросам ремонта и поддержания наших дорог в надлежащем состоянии подходят разумно и рачительно. Продолжаются работы по ямочному ремонту городских улиц. Как и было в весенний период, у нас работают четыре машины, которые занимаются чисто ямочным ремонтом. Практически мы уже критическую ямочность в городе ликвидировали полностью. И до первого мая планируем завершить работы по ямочному ремонту городских всех улиц. И уже в мае месяце начать ремонт дворовых территорий. По тому же ямочному ремонту работ выполнено было, конечно, примерно в раз пять больше. Ну и в этом году погодные условия нам позволили гораздо раньше начать вообще все работы по благоустройству. Поэтому уже на сегодняшний день, по сравнению с прошлым годом, выполнен очень значительный объем работ. И работы ведутся большими темпами. С приходом тепла работники Брестского ДЭП принялись за дело. Задействованы всевозможные силы для ремонта. Сегодня работают 12 бригад. За одной, которая выполнила работы по ямочному ремонту на улице Героев обороны Брестской крепости, понаблюдала наша съемочная группа. На данном участке дороги основную работу выполняла струйно-анъекционным способом машина для ямочного ремонта. Сегодня такой подход позволит в десятки раз увеличить производительность работ. Машина предназначена для временного заделывания ям. Тут засыпаем, которые после зимы ямы остаются, где-то подделываем, пока не начнутся работы асфальта. Тут щебень у нас, эмульсия, смешивается оно все. И так заделка идет. Засыпается где-то 8 тонн щебня. Тут 2 фракции его идет. Плюс тонна эмульсии. И хватает на день работы. 8-часовой где-то. Мое мнение, что этот способ намного лучше, чем ручной. Более такой, что держится. Не все, но некоторые держатся очень хорошо. Тема качества дорог и тротуаров была, есть и остается актуальной. И данная проблема находится на контроле мэра Бреста. Напомним, что в минувшую субботу городоначальник проводил прямую телефонную линию, где также были затронуты вопросы, которые касаются дорожного полотна и его усовершенствования. После зимы мы видим ряд улиц города, которые требуют приведения в ее надлежащее состояние. Попытаемся решить или подступиться к вопросу приведения первых шагов по дорогам гравийного исполнения. Тут практика прошлого года показала, что на паритетной основе долевого участия населения и города удается решать эти вопросы, поэтому в таком же направлении будем и предлагать жильцам таких улиц поучаствовать в софинансировании. Помимо ремонта дорог не стоит забывать, что в городе проходит месячник по благоустройствам. В его рамках работники Брестского ДЭП активно завершили прокладку тротуарной плитки по улице Свято-Афанасьевской. В ближайшее время на этом участке дороги будет проложено новое асфальтное покрытие. Большие работы ведутся по улице Смирнова в двух участках. Уже закончили участок по установке борта и тротуары на участке от улицы Пригородной до мясокомбината. Сейчас начатые работы от улицы Речицкой и до железнодорожного переезда в сторону клиник. Там также будут выполняться работы по замене дорожного бордюра и полностью устройство тротуарного покрытия с двух сторон. Это самые такие значимые объекты. Кроме таких больших объектов ведем работы по замене покрытия по улице Орловской, тротуарного покрытия. Также замена тротуаров по улице Гродинской. Начатые, точнее не начатые, уже находятся на стадии такой практической завершения. Осталось только выполнить устройство покрытия на зоне Красный двор. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.